приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня хотим представить вам одно очень замечательное восточное блюдо но вот что-то нас потянуло на восток ну собственно говоря у меня это блюдо тоже ассоциируется с израилем вообще это блюдо готовят и в греции и готовят очень во многих арабских странах ну собственно говоря во всех странах и кстати в средней азии готовят тоже странах там не очень распространен горох нут это блюдо хумус но в принципе само по себе блюдо очень замечательная как закуска мне очень нравится то есть мы очень часто используем в качестве салата очень вкусно с питой но я в конце это покажу естественно когда буду пробовать вот помимо этого это блюдо вегетарианская и вот я еще нарыл такую информацию что но в начале двадцатого века очень сильно стало распространено получила очень сильное распространение прошу прощения в соединенных штатах америки потому что это блюдо подходит для людей у которых непереносимость глютена но вот есть такие люди которые не могут употреблять пищу продукты содержащие глютен так вот в хумусе глютена нету ну как бы тоже одна одна из фишечек очень богато белков поэтому как белком поэтому что если не заговариваете прошу прощения поэтому как вегетарианское блюдо тоже очень классная но вкусное само по себе итак друзья мы взяли один стакан гороха нут и замочили его на сутки в воде вот он вот так вот разбухает очень сильно сейчас он по консистенции как свежий горошек обычный такой немножко хрустящий по вкусу похож на горошек ну наш обычный зеленый горошек который я думаю многие в детстве отдыхая где-нибудь у бабушки забредали на гороховые поля и тырили колхозный горох ну я в числе таких очень любил забраться причем тогда на этих полях почему-то не гоняли ладно это лирика замочили горох на сутки в воде после этого воду слили горох тщательно промыли значит что нам еще понадобится понадобится еще один очень интересный ингредиент паста тахини мы ее приготовили вчера и видео как ее приготовить я размещу в описании этого видео и также в конце в конце ролика будет ссылочка прям ну прям самом ролике будет ссылочка сможете нажать нажать и посмотреть как приготовить пасту тахини еще она нужна для того чтобы ну необходимо при приготовлении халвы это обязательно ингредиент также ее используют для при приготовлении фалафеля еще одного такого характерного израильского блюда мы еще добавляем соус для шармы очень вкусно две столовые ложки две столовые ложки сока лимона три зубчика чеснока чайная ложечка молотой зиры чайная ложечка паприки 100 миллилитров оливкового масла и также по вкусу при желании но это у меня такое желание есть всегда я всегда посыпаю хумус острым персом чили но об этом тоже при дегустации естественно понадобится соль друзья значит что мы сейчас с этим горохом должны сделать мы помещаем его в кастрюльку заливаем водичкой доводим до кипения снимаем пенку и на медленном огне варим два часа он у нас должен стать совершенно мягенький но мы сейчас поставим не будем все это снимать на видео потому что все очень просто а когда уже будем снимать я пока когда будем заканчивать варить вернее я покажу уже консистенцию до какого состояния мы его варим но как бы варили уже неоднократно два часа вполне достаточно дорогие горошек варился ровно два часа и вот посмотрите какой он получился вообще мягусеньки видите он раздавливается совершенно спокойно значит помещаем его в блендер измельчить и можно перемолоть теперь смотрите что я сделал я слил воду в которой варился горох и от собрал ее сам горох естественно промыл чистенькой водичкой добавлю сюда немножко этой водички в котором она варилась и измельчу чуть-чуть у меня начала образовываться кашельца уже вот такая вот теперь добавляю сюда сюда все подготовленные ингредиенты лимонный сок молотую зиру паприку чесночок пасту тахини обязательно запах будет вкусный ну вообще нут вареный вкусно пахнет и оливковое масло и сразу же начала пахнуть хумусом и теперь друзья все это измельчаю до получения однородной массы дорогие друзья практически все готово добавлю сюда щепотку соли ну вот так вот примерно чайную ложечку может быть но соль то есть хумус полностью готов его можно совершенно спокойно пробовать соль позиция очень индивидуальная поэтому но как бы каждый на свой вкус досаливает лучше не досолить сразу еще чуть-чуть измельчим весь процесс измельчения занял около семи минут и получилась вот такая вот совершенно однородная паста это и есть дорогие друзья хумус сейчас лариса нам покажет как его правильно сервировать тут есть небольшая тонкость вот дорогие друзья хумус подается ну как не то что по особенному конечно можно его положить в пиалку и спокойненько себе спитой очень вкусно кушать но если вы будете заказывать куму хумус где-то в каком-то заведении то подадут вам его вот таким вот образом сформируют вот такой вот блинчик из пасты серединке сделают углубление чуть-чуть туда но тогда ну добавляю я же буду сейчас дегустировать чем больше тем вкуснее правда друзья достаточно для дегустации в углубление наливаем оливкового масла ну можно конечно и подсолнечное использовать но лучше оливковое маска оставили немножко не измельченных орешков чтобы украсить хумус вот таким вот образом и теперь сверху в зависимости от ваших предпочтений украшаем ну вот я люблю чили можно просто украсить паприкой естественно можно положить еще пару кусочков каких-нибудь там пару перышек лука или чего-нибудь еще но вот примерно вот такая вот подача будет правильная так друзья сейчас продегустируем но теперь дорогие друзья можно насладиться обычно хумус подают с питой либо с питой либо в арабских странах но с кукурузными лепешками несколько раз я пробовал тоже подавали но и конечно все-таки у меня хумус ассоциируется с израилем в израиле это обязательно будет пита и кушать его надо вот таким вот образом я не буду рассказывать насколько это вкусно потому что все равно вкус этого блюда ну передать невозможно его нужно пробовать она потрясающе просто потрясающе ну по крайней мере мне очень нравится оно очень легкое ну как я уже говорил полностью вегетарианское диетическое и очень богатое белком ну и на вкус просто потрясающе друзья завтра будем готовить питу будет отдельное видео все-таки несколько несколько комментариев было с пожеланиями приготовить и мы приготовим ну не знаю мне кажется вот как бы такая простая штука но она очень полезная в хозяйстве просто как обычный хлеб потом нее можно наполнять там делать такие бутерброды ну вы знаете даже шаурму можно или шаверму делать в пите в общем завтра будет видео про питу а сегодня с удовольствием делимся с вами рецептом хумуса пробуйте готовить если есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях естественно подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые видео ну и собственно говоря ставьте пальцы вверх пишите комментарии а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты всего доброго дорогие друзья пока